Для Хасана Гулистан и их четверых детей это вторая прогулка на свежем воздухе с момента их освобождения из транзитной зоны аэропорта Шереметьево. Там мы закрыты были, а сейчас тут хоть мы свежим воздухом дышим, хоть на улицу выходим, но есть дышать, а там вообще. После 70 дней мы только начали дышать воздухом. Первый раз снег вижу, мне так радостно. Курилки терминала Е они прожили больше двух месяцев и только дважды выезжали оттуда, да и то в суды. Сирийские паспорта Хасана и Гулистан на российской границе признали поддельными, хотя в них стояла действительная российская виза. На границе Гулистан написала на арабском, что бежит от войны и ищет убежище в России, но ее заявление в аэропорту так и не смогли прочесть. Через несколько дней на семью завели уголовное дело за попытку въезда в Россию по поддельным документам. И назначить ей наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Эрбиль, город в котором жили Хасан и Гулистан, подвергался неоднократным нападениям боевиков. В начале сентября они почти заняли населенный пункт. Вот всем попало, они голову врезали, там мусульманам, христианам, нашим курдам. Кому попало, я не знаю, зачем они воюют, за кого и за чего. Они одевались и приходили туда, где много людей, и они там себя взрывали. И так же машины свои привозили туда, взрывали, где там много народу. И нам запретили людям там, в Ираке, сказали, где там много народа, не собирайтесь, люди. Не собирайтесь, они собираются туда, где много народа, они там себя взрывают. Мы в магазин спокойно не сходили бы. В маркет мы спокойно, вот дети погулять хотели, мы не могли. В парк мы не могли, так же все страшно было. Вообще там ужас было все это. Я иногда думаю, о господи, это все, сон был что ли. Это сестра лежит в больнице, это муж сестры. А что случилось? Бомба, Гарта раненая, она и дочка, это сестра его старшая. Это дочка сестры. А бомба, где? Две, вот, 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 и вот это тоже раненая с рук, вот у нее вот это. Там исламское государство бомбилось? Две, исламисты, ислам, а у Карнахасан, исламисты, говорит, я тоже не знаю. Бомба хотя бы, бомба, мы не знаем откуда он, говорит, туда, где они живут, туда он упал. Говорит, все, там дома, там аскарит, беженцы, военные там нету, говорит, военных нету, говорит, мы тоже не знаем откуда это. Теперь Роза Магомедова, адвокат беженцев, с гордостью показывает их документы и говорит, без такого общественного резонанса их история вряд ли закончилась бы так быстро. Ситуация семьи Хасана и Гулистан, она не единичная ситуация. У меня до этого был случай. Мужчина приехал в августе 2014 года. То есть он почти сколько, полгода содержался буквально? Да нет, даже 8-9 месяцев. Да, содержался в транзитной зоне. Вот он постоянно мне прислал видео, где он моется в туалете, там, как они спят, что у них нет условий, что он там на лавочке спит. Когда вот избирали меру включения, я тоже думала, что сейчас это затянется тоже на 7-8 месяцев, не меньше, потому что 4 детей, семья большая. И если это будут 7-8 месяцев рассматривать, это какой-то ужас. Поэтому я возмущалась, как это их транзитную зону под залог. Ну, благодаря широкому резонансу, 7 дней, да, всего только 7 дней, всего только 7 дней, но для этой семьи эти 7 дней незамываемые. За 7 дней закончилось судебное разбирательство, их уже привезли в центр размещения беженцев и дали документы, по которым они могут легально находиться на территории Российской Федерации. Я думаю, что это нужно было, конечно, сделать сразу, но, к сожалению, лучше поздно, чем никогда, слава богу. Следующий шаг – получение официального статуса беженцев. Тогда семья сможет окончательно покинуть центр временного размещения и переехать к родственникам в Самару. Илья Кизиров, Никита Татарский, Радио Свобода, поселок Серебренники.